пропускаю эту тему надо будет про детей отдельно поговорить уже что творится но это уже дитя уже выросло у нее уже вот кстати и сыночек племянница дашка все самое время раз задержалось светение многих у кого пользу или это давайте еще не поздно значит учил соседа и сделал целый фильм а потом вспомнил что у нее старая фотография ну не старая но вот как каким образом можно усилить опыление взять веник не помню а короче когда ко мне пришел сосед у него не цвела слива я взял выбрал эти же сливы которые в такой же паре цветения с нескольких срезал вручил ему веник и сказал да пользуйся позовешь меня только затем чтобы я снял еще один фильм вот вы поняли как это выглядит так как между двумя родственными деревьями расстояние метров 150 значит это расстояние преодолели с помощью этого этого букета так я на санна пропускаю эту тему и мне совсем мало пропускают в тему надо чтобы самое важное так теперь значит приходит ко мне вот этот вот эта фотография еще раз ничему не удивляйтесь корень воткнувшийся в землю полностью выкапывает косточку из земли полностью и ставится становится вертикально посмотрите видите росточек это выкопано садится как обычно это ваш фотографии это люди отчитываются передо мной я говорю ну теперь то вас точно будет я уже показывал вот она книга страшная вещь книги этого нет зато в статье есть вот эта книга вот закрыл фотографию этого человека когда-то когда-то это было истинно делаем бородский 10 сантиметров даже один сантиметр опасно мне пришлось по новый а он же заслуженный агроном россии орденоносец мне пришлось это высшая лига а мне пришлось садоводу металлургическим образованием наверное впервые в мире сказать что вы творите даже вот сейчас он немножечко закопан получился даже сейчас вот столичка то гниет будет гнить значит впереди еще работа пальчиками поняли я только ради этого вот спасибо молодцы вот за такие фотографии до свой железы значит вас это новое садоводство вот ну и и на самом совсем мало времени давайте еще это пропущу мы с вами сдавали экзамен поняли помните мы с вами сдавали экзамен мы не смогли мы сами себя оценку ставили где-то между четверкой минус 4 с минусом 4 скорее всего мы почти угадали но полностью угадать было невозможно потому что вопросы были дебильные или слишком простые специально чтобы людей не выгонять со школы вот это было сейчас мы еще немножко с вами пропустим вот это был наш трюм мы доказывали что это дурь из дурей потому что папа г четко определить вот это неправильно это правильно только так надо делать а мы с вами двести восемьдесят седьмой вебинар и все говорим так с одной стороны с другой стороны я когда вот эти у меня есть ключевые слова был фильм обыкновенный фильм птенокомедия и вот он пристал так умеешь корову дать имею правда умеешь правда а сейчас я поймаю грешите все как поймаешь а скажи а с какой стороны корову дает тут глазами хлопал а и выкрутился знаешь как он сказал если со стороны рогов то с одной стороны а если с одной хвоста то с другой стороны теперь тот задумался господи а как правильно то в общем вот эта шутка это эгэшная дурь вот это вот когда видите но генсана савинич давайте поговорим в следующий раз это еще раз надо проработать ну как кто-то надо когда-то додолбить эту долбу извините додолбить эту долгу вы представляете так хочется сейчас папа чуть не сказать слова повыеживаться но просто времени нет осталось 15 минут вот эти дури все это пропускаю тайну на это и мне это интересно да сахар 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 хорошо назвали сахар это слово глюкоза не каждый смысл понимает ну вот это вот вот это вот расширяю нет тема такая важная еще еще будем это потому что нет нельзя деревья ничего срезать нельзя уж привыкнуть тому что пусть будет мельче плоды но нам же их не продавать в этих самых гипермаркетах где каждая эти они все калиброваны нам не продавать нам себе надо это да да брежем чтобы они крупнее были и пошло калечить сколько отрезали столько это глюкоза уже не будет плюс болезни и вот уже дерево кормят эти же листья кормят жуков кормят гусениц кормят плюк все кормят кроме нас все вот это вот святое об этом поговорим в следующий раз просто поверьте нельзя резать нам датчиком резать нельзя знаете кто вы это меня один это самое с призрением сказал это ваши адепты я думаю кто в таки адепта я такое слово то не знаю почти это вы ребята кто у нас этого адепты и так привержение спас следует ли какого-либо учения ничего тут особенного нет это нематерное слово и даже я бы сказал не оскорбительное вот это я обязательно должен сказать это я ни при чем это идет помимо меня идет ну как назвать дискуссия стоит только рот открыть вот тут то есть это выпустить фильм пожалуйста одна дама учит другую ноябрина апрель евро видим ноябрь апрель но это ясно погонял или как он называется ноябрина апрель евро пардон мира ваша груша еще не думает свистеть зачем же вы вперед паровоза бежать пытаетесь я тоже не профессионал внимание но так кромсать живое дерево рука не поднимается поэтому для обрезки нанимаем профессионала так вот милая ноябрина ваш профессионал он ты уничтожит ваше дерево какая злоба к веткам этих профессионалов и вот она берет это не сами вы конец его искалечит и любитель вот этого тира искалечит и те кого она намет и на и при на намет искалечит и и на послушать ее и профессионалами и он искалечит а дальше подлеща слова неужели у вас денег нет чтобы нанять профессионал и правильно провести обрезку внимание скажите у нас много таких нет минимальный заказ 13 500 обрезка плодовых деревьев у вас так это она хоть знает об этом что если ирина в это профессионала на мед вот неужели у вас нет денег да мы выращиваем столько сады сами потому что даже на траву на себя со денег нет у нас нет на траву часто денег нет убедили эти цифры 0 и видели 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 0 вместо того чтобы взять бензопилу вот мой друг которым я горжусь дружбой но он с одного так себе он лесорук он миллионы деревьев за 40 лет или 50 ну за 40 то есть перепилил всю жизнь в тайге вот я ему говорю много старое дерево за несколько секунд а вот это что это чем 13500 заработать и вот это дури он будет врезать и резать а самое главное ни один академик будет стоять рядом не поймет почему а это ветка не дуя невозможно его задача срезать столько веток чтобы создать видимость работы но а нанять профессионал ну-ка спасибо научил ирину а это все на моем этом на моем канале я не мог вы извините это ноябре на апрель на не сырье это мой канал я должен заступиться за деревья и за карман вот этих людей которые наверняка нет у нее таких денег неужели ваши денег правильная обрезка это неправильно или неправильно это подлая обрезка дерево не нуждаются в этой обрезке в омоложении нуждаются но запоминаем чтобы они просто ругань была еще раз омолаживающая обрезка отрезаются то я придумал так как хотите отрезается только скелетные ветки и все что вместе с ними упадет вот считаем расцветка там где он стоит два ветка за его спиной там где его за три ветка и вот самом левом углу 4 ветка вот я профессионала это секунды главное чтобы отошли подальше у вас не прибило все а все что ниже вот не пенечки останутся их надо будет хорошо густым этим самым замазать густой краской машины и хорошо бы два раза замазать закрасить а все что ниже ни одна веточка не надо пострадать плюс она что выбросит ветки и восстановится если человек готов платить 13 тысяч минимальный заказ иначе не приедут если чек готов платить минимум 13 на самом деле 20 30 вот то только для того чтобы дерево продолжала плодоносить омолаживающие подчеркиваю только скелетной ветки а это халтурщики самые настоящие ладно опять пропускаю опять пропускаю вот замечательный человек инин вот агроном как он борется с этим халтурщик его боками а ток бесполезно опять пропускаю давайте мы не последний день когда я расшифрую все это вы поймете что я нельзя все это говорю опять пропускаю опять пропускаю господи ну где что это сад как ты берешься учиться вы всех учить это пропускаю а про меня про меня вот так кстати все давайте надо мной поиздеваемся вот и все на этом закончим вот то что я сейчас сказал про омолаживающую обрезку только ради нее стоило сегодня провести вебинар вот это зачем проблема чем проблема то самое как увеличить она перестала увеличиваться а нет вот нашел вот смотрите я текст увеличил теперь про маразматика железова читаем это это под моим фильмом печально а я люблю прикалываться потому что такие вещи мне не обижают вот печально когда у хорошего специалиста по садоводству я хороший специалист оказывается наступает маразм и он начинает лезть в область у которой знания весьма отрывочные это у меня отрывочные знания наука давно уже знает что сбой половая ориентация у любого животного возникает не из-за памперсов бараны и лабораторные мыши их не носят а из-за действия стрессорных гормонов мать какой грамотный мужик куда мне маразматику а из-за действия стрессорных гормонов матери на эмбрион во время определенного этапа беременности короче говоря смотрите еще раз я только скажу и даже расшифровывать не буду и так через одно два максимум три поколения мы будем уничтожены теми народами которых не носят и сейчас подгузники памперсы которые полностью меняют физиологию мальчиков до такой степени что осталось одно два три поколения западная европа хана это уже час хана вот просто чем размеры этих самых вот потому что эти люди ни на что не способны это и людей или слабые мужчины вот мы почти их догнали уже мы почти догнали только потому что стереть пеленки никто не хочет вот это страшная вещь и когда я об этом говорю это не шутки 24 часа в сутки в тесных плавках вот перегретые яички в течение первых лет жизни да господи ну как получилось что я читал значит ой ну все время кончилось ребята ой время кончилось когда-то мне достали книгу советскую книгу выпустила ее эти самые выпустила эту книгу значит наше советское издательство под это было под редакцией нескольких академиков психологов психотерапевтов или там еще у них есть название похоже вот и сексологов и прочих вот где я впервые познакомился с фрейдом знаете как как это было интересно я не читал всю эту херню голливатью но там было четыре пять строчек черным выделено это была цитата из фрейда цитата а потом целая страница вот этой херни где его обзывали призыва вот так же смотрите вот у меня маразм наступает да видите вот я в лес куда не надо вот и вот потом следующая страница опять значит этот был фрейд опять выделены черными крупными буквами а дальше мелкими а я это не читал я прочитал одну фразу цитату только фрейда второе на третье еще пару цитат на четвертое все еще одна ругань наших на пятой опять цитата на шестой две цитаты и я изучил самое главное все что я знаю и сейчас и помню фрейда изучил где тогда было этот интернет они совершили величайшую глупость а не чтобы фрейда развенчать опустить вот так же до маразматика как меня опустили вот этот товарищ опустил они взяли его напечатали вот так и с тех пор я до сих пор знаю что сексуальность осродни уму уму силе ловкости вот изобретательности сексуальность сексуальность нарастает с первого момента зачатия это фрейд с первого момента рождения это фрейд а дальше все как в животном мире почему у нас этого не произошло перегретое яички я еще раз криком кричу опять поменялись там эти самые как их называют недавно менялись эти там министры этот этот и сейчас еще министры ничего не изменится они памперсах выросли ребята да на какой-то момент лгбт запретили пропаганду отложили потому что это еще то поколение извините тех что возможно то поколение не хочу называть фамилии ну вы поняли президент премьер министр то есть учитывая возраст эти люди выросли скорее всего без памперсов но уже следующее поколение все а у них и выбора то нет надо омолаживать а они уже все никогда не скажут поперек вот что плохо попробуй только сразу вылетев это меня попробуй это уволить меня начали надо принять куда-то вот это же самое чтоб я отменил ОГЭ меня надо министром назначить просвещение чтоб я ОГЭ отменил не успею тут же выгонят вы знаете самая лучшая реализация ОГЭ в этих самых в республиках кавказских самая лучшая они русский язык лучше нас знают попробуйте запрети ОГЭ а откуда же они тогда будут это знания черпать взятки давать получать все я выгорел все время моего истекло так вот все таки когда то будет признана страшная ошибка переглеты яички 24 часа в сутки 365 дней в году у мальчиков и Фрейда вспомнят и Железова вспомнят в то время еще не поздно еще сейчас вернуться к этому как угодно машинки есть эти самые к автоматам машинки чтобы перенки грязные стирать образ жизни поменять детям 24 часа с переветыми яичками повторяю то что это потом будет этим это можно читать постулат железа выросшие в подгузниках в тесных плавках в этих во всем тесном вот которые спят в трусах плавках тесных спят сидят за партами вот везде где угодно ходят по улицам вот все они сильные мужчины вырастут слабыми это они кто это я уже сколько примеров приводил некому за женщину заступиться когда подонки ее бьют один-два подонка бьют десятки проходят мимо я не могу это видеть все время показывать и показывать может кто-то услышит хоть свои детей спасут хотя конечно стирать пеленки это тяжело я понимаю и вот товарищ который меня назвал маразматиком вот это мы подробно может отдельно филистиму вот это он все очень умно грамотно написал и вывод страшный смертельный для всего общества для будущей страны ношение с памперсом это не о чем андролог любой скажет вот а я благодарю от того что мнение ничего не решает вот он взял под моим фильмом вот это написал под мой фильм который действительно тревогу бьет мой фильм вот а там ничего не изменится кто не знал что или похер дальше будут дети носить мы же засорили значит у нас дети внуки есть и дальше будут носить эти же самые и памперсы и тесные трусы и плавки 24 часа в сутки вот его вывод а я ему спасибо говорю я ему говорю спасибо за то что он дал повод мне вернуться к этой теме я тоже был среагировать на его эти самые пусть он обозвал меня да вот я этого не знаю что это перегретое перегретое яички у детей я это 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 что получается что андролог значит умный он знает что перегретые яички это благо от кого их спасать яички любой андролог должен знать что и температура яичек на пару градусов ниже чем температура тела поэтому под страхом смерти организм сама эволюция вынесла яички наружу чтобы они были холодные охлажденные только тогда в них вырабатываются гормоны мужские и в целом развиваются органы которые производят мужские гормоны это как должно быть вот это должен был сказать любой андролог извините уже кричу все время истекло а вы знаете мне легче стало не потому что меня обозвали маразматиком за то что мне удал дал повод этот человек высказаться а любой андролог значит вот вот они если они так думают значит их тоже не доперло их выпустил институт а элементарно он не знает что рычки должны иметь температуру ниже чем температура тела это это не я придумал а когда таких сотни тысяч выпускников ну не сотни тысяч десятки тысяч если там не доперло если когда не били это в голову чтобы они каждому человеку рассказали каждой маме каждому папе которые любят своих детей а потом страшно когда ребенок вырос а вдруг оказался голубым страшно что многие из них не многие но многие жизнь искалечена потом под нож чтобы менять свою эту самую ориентацию под нож под этот под скальпель а кто это в петлю лезет только потому что в детских плавках вырос вот на этом позвольте закончить я специально до этого момента многое пропустил пропустил хотя это тоже очень важно знать все друзья теперь я высказался ну пять минут дадите передохнуть вот это последнее ради этого стоило жить ради вот эти десяти минут что я проклинал эти плавки эти памперсы вот ради этого стоило жить ради этого что однажды все таки дойдет до них может спасем страну еще одно два поколения мужчин все меньше 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 вы что не видите друзья геи командуют уже целыми странами армиями командуют так что мы будем сейчас делать мы сейчас перейдем туда куда я хотел бы попасть это значит это значит я не с каким обещал еще дальше продвинуться это же только часть вебинара но я обязан был сделать то что я сейчас сделал то есть сказать то что наболело то что должно помочь всем что так это не